В 2014-м Павел и супруга решили купить квартиру побольше. Продали однокомнатную, присмотрели двухкомнатную. Объявление нашли в интернете. Понравился район, дом около Искакаринбуржья. Квартира полностью готова к ремонту. Да и с продавцом сумели сторговаться. Ничего не смущало, потому что государственные органы, а именно Росреста, выдал полную достоверную информацию по поводу юридической чистоты данной квартиры. Отдали 2 миллиона 220 тысяч рублей и стали ждать. Но все тот же Росреста вдруг отказал в оформлении квартиры. Выяснилось, документы поддельные. Да не надо на меня камеры. Уберите камеру. Ну что вы делаете? Это Владимир Ширшиков. Именно ему пришла в голову мысль поделать документы и сбыть муниципальную квартиру как свою. В 2014-м, подыскав жилье, в котором никто не живет, придумал легенду, якобы мужчине оставило квартиру в наследство бабушка. Для достоверности через интернет заказал поддельное решение суда об этом. Оставалось все оформить. Действие с намеченной преступной целью. Представил заявление о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости от его имени, в котором собственноручно выполнил подпись заявителя, а также полученные при неустановленных обстоятельствах подложенные решения Ленинского района суда. И вот уже у муниципальной квартиры новый собственник. Но избавляться от нее самому было бы слишком рискованно. Чтобы окончательно замести следы криминальной истории, обвиняемый переоформил квартиру на своего знакомого. Росреестр вновь поддельного документа не заметил. Под одном предлогом частого отсутствия в городе Оренбурге попросил путем совершения сделки купли-продажи указанной квартиры оформить на нее в реестре право собственности на имя Михайлова, неосведомленного его преступных намерениях, для последующей продажи третьим лицам. Третий раз обман уже вскрылся. Сегодня Ленинский суд признал Ширшикова мошенникам и отправил за решетку. По части 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Но рады ли раскрытому обману покупатели? Танеевы в шоке. Администрация уже завтра может попросить их покинуть квартиру. Почему специалисты Росреестр документы не проверили раньше? Не случайно ли, что это произошло после того, как они отдали деньги? Пострадавшие уверены, что нет. Подозревают в этой истории замешан не только Ширшиков. И они намерены это доказать. Соответственно, жертв тоже достаточно много. Вот этот судебный процесс даст начало другому, более громкому процессу. Ольга Патрушева, Вадим Доминов. Наше время.